Господин председатель, Ваше превосходительство, дамы и господа. Российская Федерация относится к проблеме изменения климата как к одному из главных глобальных вызовов современности. Теоретические оценки с высокой вероятностью указывают на то, что на ближайшие десятилетия человечество приговорено к определенному развитию событий в климатической системе Земли. Это помещает адаптацию к изменениям климата в число наших важнейших приоритетов. О необходимости прорыва в области адаптации убедительно говорил генеральный секретарь ООН Антонио Кутерриш в своем докладе «Состояние планеты» в декабре 2020 года. На территории Российской Федерации потепление идет особенно быстро. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России с середины 70-х годов прошлого века в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления. Изменения климата являются мультипликатором разных угроз, в том числе экологических. Отмечаемое в климатической доктрине Российской Федерации чрезвычайное разнообразие имеющихся климатических условий на обширной территории страны требует реализации специфической адаптационной политики России. Это существенно отличает ее от большинства стран мира. В 2020 году началась реализация утвержденного правительством Российской Федерации первого этапа национального плана адаптации к изменениям климата. Более чем три четверти мероприятий этого плана предусматривают участие Росгидромета. И это неудивительно. Без находящихся в сфере ответственности национальной гидрометслужбы систематического мониторинга и регулярной оценки изменений климата и их последствий, в том числе в рамках уточненных сценарных прогнозов, эффективная упреждающая адаптация вряд ли возможна. Как федеральный орган исполнительной власти свою главную задачу Росгидромет введет в оказании информационно-аналитической, научной и консультативной помощи секторам экономики и регионам России, разрабатывающим свои адаптационные планы. Мы внимательно изучаем международный опыт и наилучшие практики в области адаптации и считаем диалог и сотрудничество в этом направлении важными составляющими общего успеха. Спасибо за внимание.